Всем привет! Это видео будет о октябрьских покупках. Назову их так, потому что покупки были, в принципе, сделаны за сентябрь-октябрь. Ну, так, чтобы как-то обобщить, просто назову покупки за октябрь. Извиняюсь. Ну вот, начну с того, что купила очередной журнал Allure за октябрь. И здесь, в этом журнале, давался вот такой пробник туши. Я, кстати, уже попробовала. Хорошая туша в Шанель. Очень хорошо и быстро, причём удлиняет. Ну, один минус, что она... Если вы прослезились, или как-то где-то в помещении жарко, то тушь, если попадёт в глаза, то начинает очень сильно щипать. А так тушь очень-очень мне понравилась. Очень хорошая. И очень хорошо удлиняет. То есть у меня была... Ну, не то, что у меня, а в цвете она чёрном. Так вот она называется. Очень мне понравилась тушь, если бы она только не щипала глаза. Ну, вот это в такой вот была обвёртки. Сам журнал был. Само реклама от туши. Ну, и сам журнал. Такой, можно сказать, интересный. Кстати, здесь также даётся вот такой тестер парфюма от Болбери. Уже, кстати, не первый раз даётся пробник. Ну, и вот так. Такой вот. Что-то тут что-нибудь о чём-нибудь. Вот. Так, вкратце, по-быстренькому. По журналу. Что тут у нас? Во, что-то тут и про грудь. В принципе, можно посмотреть содержание. Думаю, так будет быстрее. Понятно, о чём. О чём этот журнал. Так, вкратце. Значит, самый... Вот, репортаж косметической фирмы Герлен. Разные акции. Что важно знать о СПА в Азии. Также редакторы делают покупки на сайте parfumplace.ru. Также в этом журнале самые модные укладки. Туфли цвета благородного вина. Значит, как три модницы примеряют замшевую куртку. Чем хорошо украшения в стиле арт-деко. Значит, что стоит носить миниатюрным девушкам. Про здоровье, как ботекс избавляет от перхоти. Вся правда о консервантах, красителях, ГМО, подсластителях и других ингредиентах, кстати, интересно. Также у нас красота, жажда счастья. Так, 45 средств очищения. Яркий макияж. Так, ну, в общем, вот так вот. Вот, гороскоп, парфюмерный тест, алю. Ну, вот, вкратце, в принципе, вот такой вот журнал. И последняя страничка тут, какой парфюм подойдет. Ну, в общем, вот такой вот журнал за октябрь. Следующее, что я купила, это вот такую сумочку. Купила я ее в Дебенхамс. Там 40% скидка. То есть, вот, если еще есть, то можете сходить и приобрести какую-то сумку. Там не на все сумки 40% скидка, но на очень-очень многие. Это сумка от Фиорелли, черная. Здесь такой вот значок. Вот здесь она на таких штучках. Небольшая сумка, вот просто на каждый день. Такая вот прошита здесь. Молния. И внутри, вот идет в середине такая молния. Здесь мой кошелечек. Такой вот кошелечек кожаный. Можно как кошелек, можно как и маленькую такую, такой клатч. Ну, вообще это, конечно же, кошелек. Вот. Значит, вот здесь такой дизайн. А так черное. Вот. Ну и, как я уже говорю, внутри. Так, вот так. Лучше покажу, будет больше, наверное, понятнее. Так, значит, тут идет так. Посередине молния и расходится на два отделения. Здесь еще одна молния внутренняя. Такая. И второй отдел. И маленький. Маленьких два кармашка. Вот таких маленьких два кармашка. Ну и вот такая, можно сказать, можно сказать, небольшая сумочка. Ну, а каждый день вроде так и ничего. И, кстати, сумка шла вот с такой длинной шлейкой. Ну, я эти длинные шлейки не люблю и их, в принципе, не ношу. Ну, вот так, кому нравится. Вот, имейте в виду, она к ней прилагается, вот такой ремешок. Ну, вот. Такой покупочкой я довольна. Стоила. Обошлась мне эта сумка. Так, стоила она 59, но обошлась она мне дешевле. Вот, по-моему, в 30. Что-то вот такое. Вот такие были скидки. И вот, не знаю, почему написано белая. Вообще, она вот черная. Так, это сумка. Дальше купила вот такое турецкое кофе знаменитое. Не знаю, еще не пробовала. Вот, попробую. От фирмы Цайкур. Не знаю, как она произносится, но он очень популярный. Многие, много кто его хвалит. Это вот такое черное кофе надо заваривать. Вот такая большая пачка. 500 грамм. Вот, интересно. Попробуйте, кстати, это вот традиционные турецкие кружечки. Вот, надеюсь, что будет вкусно. Ну, вот в интернете его очень хвалят. Следующее. Это маска. Я уже рассказывала про этот такой кофе. Теперь везде сыпалось. Ой, кофе. Чай. Это чай. Я сказала кофе. Это чай. Чай был, да? Черный турецкий чай. Значит, маску для волос от Мария Нила. Как я и говорила, я хочу купить, планирую купить маску для объема. Так как у меня в коробочке красоты была маска для окрашенных волос. Это для объема. Выглядят они абсолютно одинаково. Просто Glossy Box прислал скидку, по-моему, в 20 или в 25%. Поэтому вот я решила воспользоваться и купить маску для объема. Очень похоже. Только вот это светлее коробочка. А так, мне кажется, вообще не абсолютно одинаково пахнут. Абсолютно одинаковые. Одинаковые. У меня вот даже такое закрадывается сомнение, что и состав у них абсолютно одинаковый. Я, правда, его не сверяла, но вот почему-то у меня может быть и есть какая-то разница, но вот почему-то как-то они настолько все похожи. Вот у этой для объема маски естественно также есть заглушка. Запах абсолютно один в один. Цвет, консистенция абсолютно один в один. Не знаю, вот попробую, будет ли какая-то разница или нет, даже не знаю. Стоит ли покупать для объема, даст ли она какой-то такой другой эффект, непонятно. Покупила вот такие полоски, что-то теперь какая-то грязь от этого чая, такие полоски для носа от черных точек, от Биоры, тоже вроде как хваленые хваленые полоски. Я их еще не пробовала. Вот тут они так выглядят. В такой штучке вот одну даже открою, покажу. Тут ее не так-то просто. А вот так вот она открывается. Ну и вот так она выглядит. Такого она черного-черного цвета. Вроде как говорится о том, что она очень хорошо вытягивает черные точки. Ну вот пока еще не пробовала. Попробую обязательно расскажу, стоит ли их покупать. Вроде как тоже они хваленые или не стоит. Следующее, что мне подарили, это привезли из Марокко. розовую водичку. Выглядит она вот так. Для лица, для всего, чего хотите. Я ее просто перелила вот в такую баночку с пульверизатором, что просто удобно было наносить на лицо, потому что тут не очень удобно. так же мне привезли с Марокко вот такое мыло в подарок подружка привезла. Вот так оно выглядит. цветок это вроде как натуральное мыло, вот так оно простое беленькое, чем-то запах хозяйственное напоминает. Следующее и второе мыло это оливковое, ой, вот как оливковое, огуречное и оно зелененького цвета вот такого с таким по-странным белым вкоплением или так и есть, или просто она уже полежала долго, не знаю. На вид тоже очень напоминает хозяйственное и по запаху по запаху хозяйственное даже вкуснее пахнет. Также вот решила я приобрести вот такой пробник от Гуччи Гуччи Бамбу очень мне было интересно. Большая реклама во многих журналах вот журнале Allure тоже частенько идет реклама этого парфюма. Ну это парфюм относится к ароматам цветочным выпущен в 2015 году верхняя нота пергамот ноты сердца иланг иланг лилия апельсиновый цвет и база амбра сандаловое дерево ваниль и троити ну не знаю если честно пока его не особо распробовала этот парфюм пока еще в страде понимания его наверное в стиле в стиле таком восточном какой-то неплохой парфюм такой деловой наверное я бы даже сказала бы кстати фирма Гуччи это одна из самых скандальных современных парфюмированных компаний ни одна из нынешних современных компаний не была связана с большим количеством пролитой крови и семейных разбирательств и итальянская пылающая кровь зачинатели этого великого бренда множество раз приводила к началу страстей к накалу страстей после чего поднималась к вершину успеха и конечно же однако нередко эта компания и разорялась история парфюмированных брендов не знает еще ни одного такого случая ни одного подобного пути которым сумела пройти компания Гуччи добилась она своей популярности не совсем традиционным путем и такие великие творения как туалетная вода Гуччи Байгуччи подарил нам именно этот бренд со скандальным именем Италия на протяжении многих лет помнила эту трагедию когда законный наследник одной из самых крупных компаний был убит четырьмя выстрелами из пистолета но к сожалению как и в большинстве случаев киллер не найден и найден не был и по происшествии нескольких лет благодаря случайным доказательствам стало известно что убийство заказала его собственная жена конечно очень ужасная и печальная история ну вот к сожалению так иногда происходит с крупными компаниями с парфюмированной конечно же вроде такого не было кроме них ну вот так случилось парфюм парфюм так сверх сказала ну не то что так сверх неплохой свежий такой парфюм на весну очень хорошо подойдет также вот купила от живанши эу демозель пиу флораль по-моему это была лимитированная коллекция точно не знаю ну вот так выглядит сам парфюм мне если честно не понравился это парфюм относится к цветочным 2012 года верхние ноты розовый грейпфрут груша сердце водяной жасмин хаман хаманасу это японская роза ну и база это древесные ноты мускус вроде и неплохой состав нотаж но почему-то почему-то мне он абсолютно не понравился какой-то такой на любитель я сказала бы так что вот неудачная моя покупочка хотя вот коробочка красивая следующая одна из последних моих покупок это термальная вода от Вишин что я говорю боже мой это серум акватермал от Вишин очень хороший бренд его сейчас перекупила Лореаль очень-очень хороший бренд в Бути сейчас на него скидка на серию акватермал это и послужило причиной мне купить серум вообще планирую купить крем такая вот такой у них серум не знаю как насчет серума но у меня был крем мне очень-очень понравился он не закупоривал блестящий он не закупорил он не закупорил